Продолжение следует... 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 Напомнить, что по моему глубокому убеждению, любой институт, практически любой институт нашей правовой системы, он имеет исторические корни у нас, в России, в том числе на родовласти. Этого нет в слайде, я просто хочу вспомнить вам историю вечевые собрания. Помните, ведь на этих сборищах народных решалось огромное количество самых разных вопросов. И это позволило сегодня высоковидам и историкам права, естественно, говорить о том, что наши вечи – это прародитель и по непосредственной демократии, например, деферендума, и прародитель выборов, и даже прародитель представительного и законодательного одновременно органа ровно по вопросам, которые тогда выносились. Единственное, вы помните, что, конечно, принципы проведения вот этих самых вечевых народных голосований в России, они строились совершенно по другим принципам. И самый такой яркий, наверное, пример для нас с вами совершенно удивительный, потому что победившим считался тот слой населения, не та группа населения, которая либо перекричала оппонентов, либо шапками закидала, ну или иногда, или силой победила, всякое бывало в решении вопроса. Но вопросы выносились самые разные, вплоть до того, казнить или миловать. Представляете, насколько широк был круг вопросов? В этой истории становления народовластия в России не стоит думать только о том, что у нас в современной действительности мы все списываем из зарубежного опыта, это совершенно не так. И, конечно же, любой уважающий себя человек, любой интеллигент, любой образованный человек, он просто должен помнить свою историю. И в этом наша сила тоже. Итак, сегодняшняя тема непосредственно демократия. Как конституционная ценность, вы что-то меня не слушали. Что вы думаете? Ура! Я разобралась, он меня теперь, надеюсь, будет слушать. Начну с небольшого экскурса в истории. Дело в том, что практически во всех конституциях России, Советского Союза, они параллельно шли, как вы помните, из истории конституции. И практически в каждой из конституционных текстов, безусловно, были нормы, посвященные народовластью. В другом понимании, чем мы привыкли сегодня воспринимать это словосочетание непосредственно, демократия, представительная демократия, безусловно, все было несколько по-иному. Но исторический подход сохранился. Кроме того, вы помните, что конституцию воспринимают в материальном и формальном смысле. Мы юристы, мы исходим из формального воплощения основного закона, мы берем закон и говорим, что это наша конституция. Но не стоит забывать, что существует еще и фактическая конституция, то сложившееся соотношение сил в обществе, от которого и зависит реализация конституционных норм. Конечно же, все современные, все конституции предыдущие, я специально вывела слайд для того, чтобы вы вспомнили, советская конституция, российская конституция. И практически все они друг друга, я имею в виду российские конституции, повторяли советские конституции, то, что сегодня мы бы с вами назвали узаконенным плагиатом. Но это таковым тогда не являлось, потому что речь шла о общем развитии, о единой политике государства. Единого государства. Восемнадцатого года конституции, вот именно так они выглядели. Краткий обзор я, конечно, вам озвучивать не буду, но как они выглядели. По структуре я специально тоже для исторического, так сказать, сравнительного анализа вам показала, насколько разные были по объему конституционного текста основные законы нашей страны. И уже даже в первой конституции была глава, посмотрите, посвященная активному и пассивному избирательному праву. Следующая российская конституция 25-го года, она была принята, как, да, 25-го и, соответственно, 37-го года, они точно так же содержали нормы, посвященные избирательной системе в большинстве своем. Смотрите, пожалуйста, конституция 25-го года, она целый раздел посвятила процедурам выборов. Но, как вы догадываетесь, это не единственная часть, потому что были еще и политические права, просто они были расположены в другой части конституции, в другом разделе. И, конечно же, возможность участия в работе Совета народных депутатов, она тоже предполагалась, она тоже закреплялась уже не в конституционном тексте, а в отраслевом законодательстве. Конституция СССР 36-го, затем следующая за ней конституция СССР 37-го года, ребят, считалась и сейчас считается самой демократической конституцией в тот период, представляете, только потому, что там было закреплено такое количество демократических составляющих, государственности, прав человека. Но, как мы понимаем, я не зря вам напомнила, что есть фактическая конституция, есть конституция юридическая. Безусловно, конституция эта, она в большинстве своем осталась на бумаге, она осталась юридически невыполненной, поскольку... Вот такой маленький пример. В конституции этих было закреплено право на всенародное обсуждение. Но механизм реализации, то есть закон, который закрепляет процедуру реализации этого права, появился только в 1990-м году. Речь идет о референдуме. Представляете? Да, конечно, мы знаем историю, мы знаем, что в период закрепления всенародных обсуждений они были проведены. Но это были консультативные обсуждения. Например, в советский период обсуждали кодекс о браке и семье. Он очень важен был, потому что в советской, извините, в дореволюционной России достаточно, то есть обязательно было церковное оформление брачных отношений, а в советский период в церковь нужно было не ходить. И, конечно же, эти новеллы в такой повседневной жизни, они обсуждались. Но референдум мы это назвать не можем, поэтому с точки зрения формальной, юридической, конституционной нормы, закрепленной в Конституции 36-го и, соответственно, 37-го года, она нашла отражение только в 1990-м году. Поэтому позиция о фактической Конституции и о юридической Конституции она всегда была. Это не только сегодняшняя наша проблема, что есть норма цель конституционно закрепленная, и мы с вами сетуем, спорим, сокрушаемся, мечтаем, как она должна быть реализована. В Конституции 37-го года у нас с вами уже глава в избирательной системе, но в то же самое время в общественном устройстве, в главах, посвященных органам власти, мы все равно видим и выборность, и возможность политических наличий, политических прав граждан советской страны. Конституция СССР 78-го и Конституция СССР 77-го и 78-го года, безусловно, они закрепили уже новый этап становления государственности, поскольку считалось, что уже была достигнута определенная еще раньше 30-х годов цель о мировой системе социалистических государств, о формировании новой общности советского народа. Ну и, конечно, все это, посмотрите, какая огромная, какая объемная по структуре Конституции 78-го года, но ей все-таки уделили главу. В ней уделена глава, посвященная как раз избирательной системе. Почему я акцентирую на избирательной системе? Потому что все остальные формы народовольств, их сегодня в России, анализ законодательства, сказал 21 форма, ребята. Представляете, 21, я вам чуть позже перечислю их, но все они сегодня в большинстве своем подписевом законодательстве закреплены. На конституционном уровне малая толика. И, конечно же, действующая Конституция России, хоть она и не содержит специальную главу, о которой я вам говорила и показывала в слайдах в предыдущих основных законах России, конечно же, эта позиция сегодня в структуре действующей Российской Конституции отсутствует, но это же не значит, что у нас нет с вами норм, посвященных народовластью в Российской Конституции. Тем более, что основной закон уже сегодня видоизменялся, вы видите несколько законов о поправке в Конституции, один из них существенным образом повлиял на процедуру выбора, срок по полномочии президента Государственной Думы, депутата Государственной Думы изменился. Ну и было еще несколько изменений по количеству составов, по количеству субъектов федерации по названию. Это такой, так сказать, исторический ракурс современной действующей Конституции. Но сам текст Российской Конституции сегодня можно оценивать, с точки зрения регулирования народовластия, можно оценивать как революционной. Я напомнила вам, что такое конституционная основа, что такое вообще основы государственности и основы конституционного строя содержат базу, базу для народовласти. Это та часть, на которой мы с вами сегодня должны основываться как при нормотворчестве, так и в правоприменительной деятельности. Вот, например, выборы. Вот тот самый непременно вообще обязательный атрибут демократизма государственности любой. Или республиканская форма правления. Вы помните, что и в демократии, и в республиканской форме правления выборы сменяемость непременно атрибут. Вот посмотрите, сколько норм посвящено выборам. Меньше, безусловно, меньше, референдум, политические права чуть позже будем. Но к вопросу, как вы думаете, отсутствие в структуре Конституции специальной выборы, то есть формального подхода, нет основ народовластия, нет основ избирательной системы, влияет ли это на правотворчество, влияет ли это на механизм реализации наших субъективных прав политических. Тут, вы знаете, двойственные подходы. Я думаю, что в окончании нашего общения кто-то из вас выскажет свою позицию, как бы вы видели, как люди, которым жить по основному закону, как бы вы видели, видоизменить нужно конституционную норму или не нужно. Вы помните, что Франция – это кузница Конституции, и что в теории Конституции эта страна, ученые этой страны занимают педирующее место. Так вот, один из основоположников теории Конституции во Франции считал, что неопредлагал такую идею, что через каждые 20 лет необходимо разрабатывать и принимать новую Конституцию. Знаете, чем мотивировано? Что каждое поколение должно для себя самостоятельно выбирать направление развития государства и общества. Представляете? Хорошие предложения, но они у себя его не реализовали. Это к вопросу о том, что мы хотим в рамках действующей Конституции. Продолжаем. Итак, в рамках конституционного закрепления народовласти базовые, революционные основы закреплены как раз в системе, вернее, в первой главе, посвященной основе конституционного строя. И что выборы, что референдум, выборы, еще раз подчеркиваю, специально выделены как лидирующая форма, поскольку мы с вами их постоянно проводим. Все остальные формы инициативные. Так вот, народовластие в рамках конституционного текста мы с вами можем видеть в нескольких аспектах. Прежде всего, как основу конституционного строя. Раз. Во-вторых, это субъективное право, 32-я статья, я никто не отменял, и в массу политических прав. Затем мы это с вами видим как процесс, поскольку он осуществует прямо в тексте Конституции. Вот это замечательная вещь, когда в тексте Конституции не только норма принцип, норма цель закреплена, но и закреплены основы механизма реализации. Помните теоретическую конструкцию, что такое конституционное государство, а что такое государство с наличием Конституции? Это одно и то же или нет? Скажите мне, пожалуйста, конституционное государство равно ли государству с наличием Конституции или не равно? Да или нет? За то, что да. Руку поднимите, пожалуйста. Ага, теперь и понятно, кто работает, а кто сидит, развлекается. Еще раз. Конституционное государство и государство с Конституцией. Это одно и то же или нет? То за то, что это одно и то же. Руку подняли? Ну и пожалуйста. Ну и не надо. Не буду с вами тогда разговаривать. Передумали? Ну да или нет? Ну что, как маленький, честное слово. Детский сад какой-то, а не второй и третий курс университета. Нет? А почему нет? Ну это предупреждать. Так нечестно. Что же вы подсказываете? Да. Нет, потому что Конституция может быть активной. Конечно. Для того, чтобы конституционное государство было. Мы все же знали, правда? Просто в силу своей скромности решили не высказать. Естественно, конечно, механизм должен быть, правда? Должны быть возможности реализовать. И когда на конституционном уровне, в тексте Конституции мы видим с вами элементы механизма реализации, согласитесь, вероятность того, что это реализуется гораздо больше, чем если бы она была захватена только в отраслевом законодательстве. Поэтому народовластие, демократизм, демократизм народовластия в тексте Конституции регламентируется как прямо путем указания на эти институты, либо, как мы уже упомянули, на элементы механизма реализации, либо косвенно. Что значит косвенное регулирование? Это те нормы, без которых не реализовывалось бы в полной мере тот или иной институт демократический. Ну вот, как пример, выборы. Мы знаем, что конституционно закреплены свободные выборы. А если бы у нас не было с вами 13-й статьи Конституции, помните, что это такое, да, идеологическое, политическое многообразие, если бы ее не было, принцип свободных, принцип состязательных выборов, которые в отраслевом законодательстве закреплены, он бы смог реализоваться, если бы была одна единственная лидирующая партия. Понимаете? То есть получается, что прежде чем напрямую закрепить тот или иной механизм, то или иное право, в Конституции закреплены нормы, благодаря которым появились эти институты, во-первых, во-вторых, появился механизм реализации. Итак, что мы можем отнести к косвенному регулированию? Отчасти, отчасти. Первая статья, безусловно, она не вся посвящена к косвенному регулированию, хотя бы потому, что закрепляется демократизм, а это, безусловно, прямое регулирование. Но можем ли мы говорить, что демократическим государством будет государство неправовое? Либо, допустим, республиканская форма правления? Нет, в те истории существуют, безусловно, существуют такие примеры, но это исключение из общего правила. И, конечно же, пустол от демократии выборность. Но революционным можно назвать статью третьей Российской Конституции, потому что в ней закреплено огромное количество новелл. Представляете, государство, позиционирующее себя государством рабочих и крестьян, то есть советское государство, государство рабочих и крестьян, в текстах своей Конституции никогда не закрепляло, что власть принадлежит народу. Как только в историю канала советского государства Конституции 1993 года мы видим, что источником власти, носителем суверенитета массового национального народа Российской Федерации. Представляете, насколько динамика общественного развития, динамика правового закрепления выросла. И, конечно же, помимо субъекта носителя, источника власти в рамках современной российской государственности, мы видим еще одну новеллу, еще одну ценность третьей статьи. Закрепляются два вида публичной власти. В советский период развития нашего государства речь шла только о государственной власти. С принятием Конституции 1993 года появился еще один вид власти – местное самоуправление. И что при осуществлении государственной власти, что при осуществлении местного самоуправления, то есть в 1997 году в постановлении Конституционного суда мы видим правовую позицию о том, что нужно использовать термин «публичная власть», который совмещает себе и государственная, и муниципальная власть, и мы этим термином сегодня пользуемся. Но основа для этого термина, для этой правовой позиции Конституционного суда, подчеркиваю, в 1997 году потребовалось сколько времени, чтобы осознали необходимо изменение в правовой действительности только в 1997 году. Но Конституция в 1993 году записала, что существует два вида власти – государственная власть и власть местного самоуправления. Еще одна новая в Конституции – власть народу, принадлежащая, может им осуществляться в двух формах – непосредственно и опосредованно через представительные правления. Но и уж что самое приятное, ну, наверное, приятное от части, потому что вопросов тоже очень много возникает по конституционной этой формулировке. В тексте Конституции мы с вами видим, что двумя законодательные, конституционные законодательные называют две высшие формы непосредственного народовластия – выборы и референдумы. И называют их высшими в этой статье, но механизм реализации дальнейший. Он как бы не соответствует третьей статье. Элементарный пример вам, так сказать, на… Ну, уже бы подумали. Поскольку выборы и референдумы – высшие формы народовластия, как они должны регулироваться, каким уровнем актов, если их поставили на одну правовую плоскость? Наверное, законодательное регламентирование должно быть одинаково, верно? Так, на первый взгляд кажется. А нет. В тексте Конституции мы видим, что для регулирования механизма реализации права граждан на референдумы предусмотрен какой вид закон, скажите мне? ПКЗ. А для регламентации института выборов какие законы? Их там много. ФСЗ. И понимаете, по юридической силе вроде бы как. Как же так? Третья статья говорит, что это и одна и другая высшая форма народовластия. А механизм реализации даже по юридической силе иной. В рамках третьей статьи мы видим с вами столько, сколько они видели, наверное, во всех Конституциях предшествующих, которые вы видели в слайде. Собрали все самое лучшее, что было на период разработки Конституции 93-го года и инкорпорировали в наш текст, в действующей Конституции. Конечно, другой вопрос, насколько это реально реализуется. Но это фактическая Конституция, о которой, безусловно, мы с вами будем говорить. Итак, что еще можно отнести к косвенному регулированию? В рамках первой статьи мы назвали правовое государство, республиканскую форму управления, ну и, конечно же, все остальные основы. Но демократизм российской государственности это прямое регулирование, как и, собственно, третья статья. А вот тринадцатая статья, куда мы отнесем? К косвенному регулированию, к условиям существования народовластия, прямого народовластия, прежде всего, ну и, конечно, опоследованного. Наверное, все-таки в большей степени можно отнести к косвенному регулированию. Хотя тоже вопрос не бесспорный. Чуть позже я вам покажу идею, теоретические конструкции, аргументации того, что политическая партия, механизм реализации, собственно, тринадцатой статьи, основной правовой механизм реализации, тоже вот под вопросом, куда мы его отнесем? К непосредственному народовластию или к представительному управлению? Принцип разделения властей, законодатель, конституционно закрепленный, по нему самому много вопросов, но мы рассматриваем его только в узком направлении. Является ли он основой для народовласти? Ну, конечно, является. Причем, наверное, вот в этом прочтении, 10-11 статья, все-таки это косвенное регулирование. Почему? Да потому что мы видим прямое участие народовластия, прямого народовластия в формировании представительной власти, ну и, конечно же, закрепление системы представительной власти. Причем система представительной власти, исходя из 11-й статьи Конституции, обратили внимание? Что теория представительной власти, она в науке, в конституционном праве тоже рассматривается двоярко. Одна группа ученых говорит, что представительная власть должна соответствовать двум критериям. Первый критерий выборность, а второй критерий коллегиальность. Поэтому из 11-й статьи для наполнения этой теоретической конструкции представительной власти можно взять только кого? Только парламент. Конечно, коллегиальный выборный орган, верно? А в широком прочтении? Можно мы туда президента отнести, выборной должностной лицом? В широком. А почему в широком оно больше? Потому что президент индивидуально решает вопрос. Верно, это не коллективный, не коллегиальный орган. И эта теоретическая позиция, как понимать, в широком смысле или в узком смысле? Она на самом деле носит не только проблематику теоретическую, но и практическую, поскольку речь идет об общих подходах к, например, участию народа в представительной власти и в работе выборного должностного лица. Понимаете? То есть вот эта теоретическая конструкция, на первый взгляд, какого отношения не имеет к практике? Да нет, что бы, наоборот. Если мы говорим о широком восприятии представительной власти, это значит, нужно распространить те органы власти, которые есть для участия в предыдущих представительном правлении, но взаимоотношения с депутатами, право народной правотворческой инициативы, право отзыва, например, выборного должностного лица либо депутата, нужно распространить на всех. А это проблема, причем достаточно большая. Поэтому, возвращаясь к конституционным основам народовласти, безусловно, 10-я, 11-я статья существенную роль играет, мы можем отнести их к косвенному регулированию. Ну и, конечно, новелла, база, еще одна революционная норма в действующей конституции. Посмотрите, пожалуйста, текст второй статьи. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Точка. Вопрос. Чьей высшей ценностью являются наши с вами права и свободы? Варианты? Государственные. Потому что там написано, это хорошо. А еще? Для каждого из нас с вами, наши права и свободы ценности или нет? А ценность или права и свободы вас для меня? Сейчас будет закончиться время, а я вас не буду отпускать. Скажи, нет, я с вами еще хочу поговорить, а вы мне вопросов не задаете. Должны ли я ценить ваши права и свободы на униках, То есть права и свободы ценность и для граждан, для группы граждан, для общества. А почему законодатель в конституционном тексте указал только государство, только, собственно, публичную власть? Механизм реализации, верно? Но это не освобождает нас с вами от ответственности за то, что конституция закрепляет права и свободы, высшая ценность и для других. И, конечно же, совершенно иное прочтение после осознания второй статьи конституции мы с вами видим при анализе наших с вами политических прав, в рамках характеристики политических прав. Можно сказать, что большая часть из них – это повторение советских конституций. И на первый взгляд, если так сравнивать, формально сравнивать, использовать исключительно юридический, нормативистский подход, то, наверное, особо большого движения в этой сфере нет на конституционном закреплении. Но, дорогие студенты, не надо забывать, что механизм реализации каждого права на сегодняшнем уровне, механизм реализации, допустим, в 30-е и 40-е годы – это совершенно иные механизмы. Вы представляете? Но, опять же, исторически подтверждено, это не придумка, это не анекдот, депутаты советского парламента, приняв закон об отзыве депутата, в кулуарах называли его закон об неотзыве. Догадываетесь, почему? Механизм реализации был таковым, что его практически нельзя было воплотить в жизнь. Строго говоря, точно так же, как и сегодня у нас федеральный конституционный закон о референдуме, те, кто с ним сталкивался, кто внимательно посмотрел шестую статью закона, ну и там следующую, девятую по формулировкам, по техническим требованиям, вы наверняка обратили внимание на эту широту и глубину запретных норм. Кто видел показы? Наверное, я должна чуть-чуть коротко остановиться. Вспомните теорику из каждого экрана. Существует два базовых принципа. Один для органов власти, а один для граждан. Все, что не разрешено, запрещено. И все, что не запрещено, разрешено. Для нас с вами, для носителей власти, для источника суверенитета. Какой принцип действует, ребята? Совершенно верно. Мы, источник власти, все, что не запрещено, разрешено. То есть, помятуя этот принцип, мы открываем показы о референдуме. Мы только что читали с вами третью статью Конституции, где написано, что мы источник власти, носитель суверенитета. И видим совершенно необыкновенно объемный перечень запретных вопросов, которые нельзя выносить на федеральные референдумы. Подчеркиваю, федеральные, потому что уровень субъекта, муниципальные уровни референдумы, они действуют, они работают. Да, может быть, не в таком объеме, как хотелось бы, но давайте вспомним и экономическую ситуацию в том числе. Референдум – вещь очень дорогостоящая. А хоть нам знаменитые политики говорили, что демократия – вещь дорогая. Ну, и сами соизмеряем свои возможности, желания и так далее, и тому подобное. С одной стороны, конечно, практически любую запретную норму из показа референдума мы можем объяснить. Ну, например, на федеральный референдум нельзя выносить вопросы досрочного прекращения полномочий органов власти и срока их изменения. Или, допустим, нельзя выносить на всенародный, на общероссийский референдум вопрос изменения границ субъекта федерации. Согласитесь, правильно. Если в Конституции существует процедура срока полномочий федерального органа, порядка формирования, то для видоизменения текста Конституции существует специальная процедура. Помните? И первая, вторая, девятая, которую мы с вами не можем сегодня видоизменить, потому что нет в КЗ Конституционном собрании. И особый порядок внесения поправок в главы с третьей по восьмой. Там особая процедура, следовательно, на референдуме, если Конституцию приняли, значит, изначально договорились, что то, что написано в Конституции, мы сразу, сразу от себя отделяем и передаем органам власти, в которых Конституция записана. Естественно. В таком случае, естественно, вот этот перечень вопросов, запретных вопросов, как за референдумом. Или, допустим, еще одна формулировка. Все, что не запретено на конституционном уровне в качестве полномочий органам власти, все, что за ними запретено, мы не можем выносить на референдум. Это уже понятно. Представляете, у президента Конституционного запретено полномочия решать вопросы войны и мира. А мы возьмем и уходите в этот вопрос на референдум. Такое недоумение. А зачем, собственно, тогда президент, если мы на референдуме все выносим? И потом, мы же приняли в Конституцию, в которой написано, что эти вопросы мы доверяем решать президенту. Понимаете, с точки зрения первой, второй шок открываешь, как вы сказали, думаешь, бог ты мой, что же за фикция это такая в отношении этого института, который, на секундочку, в третьей статье Конституции закреплен наравне с выборами, как высшая форма народной власти. А с другой стороны, если посмотреть внимательно, с юридической точки зрения, как мы можем вынести на общероссийский референдум такие вопросы? Хотя, еще раз повторяю, что механизм реализации права на референдуме в субъектах в Федерации действует и на муниципальном уровне, это тоже есть нюансы. Итак, политические права. Закрепление политических прав в действующей Конституции на первый взгляд, то же, что и в советских Конституциях. Единственное, безусловно, механизм реализации, механизм гарантированности гораздо больше, гораздо шире, чем в советский период. Как пример, право на обращение за защитой нарушенных прав, нарушенных в национальном законодательстве прав граждан, мы, согласно действующей Конституции, имеем право обращаться в международные органы. Чем мы и пользуемся. В начале, сразу после принятия Конституции, у нас в Европейском суде по правам человека был только представитель. Потом количество обращений наших граждан в этот международный орган так возросло, что у нас там уже и судьи, и представительства, и, по-моему, они уже сами не рады, что разрешили, собственно, нам ратифицировать эту Конвенцию, потому что огромное количество вопросов. Но, но, в слайде вы можете увидеть и права, в отношении которых возникают вопросы. И я с вами соглашусь, например, вот, свобода совести. Свобода совести. Ну, разве это политическое право? Ребята, а смотрите, смотрите, чем сравнивать. В рамках сравнительного анализа и нашей действительности исторического становления Института народовласти, и зарубежного опыта, отнесение человека к одной себя, к одной или другой религии, может явиться основанием для запрета участия в политической жизни. Что далеко уходить? Сразу после революции политическими правами не обладали не только дворяне, но и священнослужители. Целая группа жителей России не обладала этим правом. Но в то же самое время, конечно, и существует другая теоретическая такая классификация, которая позволяет выявить смежные права, права, которые можно отнести, допустим, вот как свободу совести и к личным правам, и к политическим правам. Понимаете? То есть есть подходы с точки зрения теории, оправдывающие и позволяющие по-другому смотреть не столько ординально на структуру политических прав. И еще один нюанс в отношении политических прав. В советских конституциях с политических прав начинался перечень правового статуса граждан страны. А сегодня, если вы откроете текст Российской Конституции, вторая глава с каких прав начинается? С права на участие в управлении делами государства или с права жизни. То есть какая группа прав для государства сегодня наиболее важная? Личных прав. Это еще один нюанс, еще один аспект, благодаря которому можно говорить о смене политики государства или попытке, по крайней мере, запрограммировать изменение государственной жизни от политического аспекта к частному, к индивидуальному. Итак, механизм реализации. Вот, собственно, анализ тех норм конституционных, о которых мы с вами говорили, как о прямых нормах. Нормах, закрепляющие форму народовластия, нормы, закрепляющие субъективное право и нормы, закрепляющие механизм реализации. Так, это то, о чем мы с вами говорили. Форма народовластия и понятие народовластия нигде не закреплено законодательно. Но мы, как будущие юристы, знаем с вами, что если законам предусмотрена формулировка, так называемое легальное определение, мы его с вами должны выучить и использовать только его, потому что закон. Но есть и масса доктринальных, к счастью, доктринальных определений. Два этих первых определения, на которых вы сейчас смотрите, это как раз доктринальные. То есть идея в определении непосредственного народовластия и идея в определении, что такое форма непосредственной демократии. Для нас с вами это важно, поскольку в теории государства и права, в теории российского народовластия существуют разные подходы к наполнению. Вот группа форм непосредственной демократии, а что это такое, что туда приходит? А группа представительного управления, вот помимо того, о чем я говорила в узком и широком смысле, некоторые ученые относят туда, например, группу представительного управления выборы, представляете? Народная правотворческая инициатива, обращение, отзыв, они говорят, что это форма осуществления представительного правления, мотивируя тем, что, коль это все касается представительной власти, значит, все это представительное правление. С этим можно спорить, и это мы сделаем, я вам покажу, аргументы, которыми можно руководствоваться для того, чтобы опровергнуть эту позицию. Итак, форма народовластия. В чем отличие непосредственного народовластия от представительного правления? Давайте сравним на конкретных примерах. Вот у нас с вами есть выборы, и у нас с вами есть посредственного выбора сформированный представительный орган. Выборы — это классическая, по классической теории, форма непосредственного народовластия, а представительный орган — это классическая форма представительного правления. Согласны? Кто в рамках двух этих форм народовласти решает вопрос, принимает решение? Кто главный субъект? В рамках представительного органа это кто? Депутаты. Выборные должны остановиться. А в рамках непосредственного народовласти кто? На выборах. Кто идет к урнам для голосования, бросается в бюллетене. Безусловно, вот это волшебство в рамках избирательного процесса, референдумного процесса, когда каждый идет самостоятельно к урнам для голосования, а в результате получается воля народа. Преломление. И дальше давайте посмотрим в рамках волеизъявления. Да, конечно, сегодня у нас с вами есть не только прямые выборы, но и опосредованные выборы, но это исключение из общего правила. Таким образом, в рамках работы непосредственного народовласти каждый из нас напрямую свою волю озвучивает, осуществляет. Тогда как в рамках представительного правления депутаты через себя, так сказать, волю народа, или даже не волю народа, как вот они решат, что для населения, для их избирателей важно, так они и проголосуют в отношении, например, проекта закона. То есть здесь корреляция, идея, которая превалирует у избирателей, этого избирательного округа, она никаким образом не доносится до депутата от этого избирательного округа. Здесь идет преломление воли народа, поэтому мы и говорим представительное правление. Значит, в одном случае прямая над властью, в другом случае опосредованная, то есть форма волиизъявления. Вопросы, давайте не все. Вопросы, которые решаются на формах непосредственного народовластия путем представительного управления. Вспомним, опять же, те два принципа. Мы уже решили, что мы, как источник власти, определяем самостоятельно для себя тот вопрос, который выносим, допустим, на референту. Или в рамках коллективного обращения. Народная правоотворчественница. Мы сами решаем. Тогда как, что делает депутат? Они могут самостоятельно решить, что они сегодня будут делать, допустим, на своем заседании. Принцип какой для органов власти действует? Все, что не... Что запрещено-то? Все? Ну, органы власти. Шаг влево, шаг в право. Это превышение полномочий. Ну, сформулируйте. Конечно. Все, что не разрешено, запрещено. Есть инструкция. А мы с вами открываем 102-ю, 103-ю статью Конституции. Мы с вами видим, что, чем занята Госдума, а чем занят Совет Федерации, Федеральное собрание. Шаг влево, что право невозможно. Следовательно, круг вопросов, которые решаются непосредственно в предстоительном праве, тоже совершенно разный. Совершенно разный. Ну и, конечно же, конечный результат. Да, в рамках наших правовых систем, с которыми вы знакомы, без сомнения, гарант, консультанты, мы никогда не обращали внимание, что там есть такая характеристика, которую для себя... Ну, как бы они считают, что нам это поможет. Технически наши коллеги, кто сформировал эти правовые базы, пополняют их. Определил. То есть там есть характеристика закона. Действующий, недействующий и фактически недействующий. Что такое действующий и недействующий, мы как юристы с вами уже знаем. Что такое недействующий закон, который отменен, конечно. А тот, который фактически недействующий. Вопрос на засыпку с сотрудником этих правовых систем. Вы чем, дорогие мои коллеги, пользовались, когда определяли закон в эту вот характеристику, в эту группу фактически недействующую? Это так. Вопрос о наболевшем, что называется. Если у вас есть возможность повлиять на формирование этих правовых баз, попробуйте это сделать. Я пробовала, честно признаюсь, мне не удалось. Пока. Но я борюсь с ними лет 7-10, наверное, не больше. Надеюсь, что мне еще это удастся. Убрать эту позицию по характеристике закона, фактически недействующую. Но, как бы там ни было, акты, которые принимаются во исполнение полномочий представительной власти, они общееобязательны. Верно? Работают они, не работают. Другой вопрос. Но они общееобязательны. А что мы видим в рамках непосредственного народовластия с вами? Из 21 формы, о которой я вам говорила, только одна четверть – это формы, с помощью которых население, жители, источник власти могут окончательно беспородно решить тот или иной вопрос. То есть это решение будет обязательным для всех органов публичной власти. А все остальные – это способ участия в осуществлении власти и просто консультация. Как нашим представителям целесообразно поступить в том или ином случае. В связи с этим и предлагаются функции непосредственного народовластия, не только императивные, потому что, подчеркиваю, даже не половина, четверть всех форм народовластия позволяют решить вопрос окончательно бесповоротно и с обязательной юридической силой. А все остальные – либо регулятивные, которые имеют механизм воздействия на органы и должностные лица, которые могут принять этот вопрос, решить этот вопрос. Ну и, конечно, группа консультативных форм, потому что они выполняют консультативную форму. Что мы сюда… Надеюсь, мы с вами разобрали, что называется, по косточкам разница между представительным правлением и непосредственным. И теперь, когда вы увидите, например, работы из Санкт-Петербургской школы, допустим, есть группа ученых в Екатеринбургской школе, которые считают, что выборы, отзывы, народно-правотворческая инициатива, обращение – это все работа представительного правления, вы теперь совершенно четко будете понимать, что не может быть инициативное обращение, инициативный отзыв, инициативная народно-правотворческая инициатива формой работы депутатского корпуса. Потому что если бы они, депутатский корпус, зависели от инициативности нас, я думаю, они бы загорали постоянно. Мы сильно с вами инициативные пока? Реакция есть. Это надежда на то, что все-таки мы когда-то с вами станем более инициативными. Итак, суть императивной, регулятивной, консультативной функции. Но при этом есть еще и комплексная функция, совмещение, о ней я чуть-чуть позже расскажу, совмещение нескольких функций. И, конечно же, как водится, есть основа, а есть вспомогательные или второстепенные функции. Вот посмотрите, пожалуйста, императивное это окончательное решение определенного вопроса, решение, которое население примет, будет исполнено органами власти, и за то, что оно исполнено не будет, их могут наказать вплоть до срочного прекращения полномочий. Представляете, какая-то механизм хорошая. И это считается основной функцией. Но есть и, посмотрите, не основные функции, идеологические, воспитательные, культурные. И тут тоже, вы знаете, я бы, не то чтобы поспорила, нет, наверное, я бы в большей степени предложила вам подумать самостоятельно. Я приведу такой пример. В подмосковном Дзержинске, такой маленький старинный достаточно городок, существо жирное, есть, собственно, расположен замечательный старинный монастырский комплекс. Ну, просто потрясающий красотой. А рядом с ним крошечный скверик с каскадом озер, с такими уютными аллейками, где пенсионеры отдыхают, мамочки с детками гуляют. И в какой-то прекрасный момент, буквально 3-4 года назад, кто-то решил в этом замечательном скверике, в этом поистине божественном уголке построить высокодоходный элитный дом. Жители узнали и начали инициировать референдум. Начали собирать подписи. Ну, то есть сначала зарегистрировали, а потом начали собирать подписи. И на стадии сбора подписи план развития территории, то есть вот это вот строительство, да, он вдруг волшебным образом преобразился. Оказалось, что те, кто изучает муниципальное право, знают, что план развития муниципального образования, он обязательно должен быть вынесен на публичные слушания. И если этого не случилось, то, в общем-то, этот план развития территории можно признать недействительным, потому что процедура не выполнена. В этом конкретном случае нашли вот эту вот нестыковку. Я сказать, ненадлежащим образом провели публичные слушания. И план развития территории, по которому должен быть построен этот элитный комплекс. Изменили. Потому что составили новый план, провели публичные слушания, все делали как положено. Возвращаемся к инициативе референдума, который был против, как вы помните, инициативная группа не хотела портить этот замечательный исторический уголок. Давайте с формальной точки зрения теперь рассмотрим. С эмоциональной понятно. Молодцы ребята, инициативная группа добилась своего. А давайте посмотрим с точки зрения формальной. Императивную функцию референдума не выполнят, он же не проведет, правда? А можно сказать, что вот эта вот самая неосновная, воспитательная, культурная, идеологическая функция сработали на 100, на 200 процентов? Можем? Ну вот и возвращаемся к вопросу. Как сказать, какая функция главнее? Императивность решения или вот это воспитательное? В нашем конкретном случае какая разница? Был референдум, не было референдума? Одна инициатива позволила выполнить то, что народ хотел. Правда? Этого достаточно. Мне кажется, что в этой ситуации, вот в конкретной, каждой конкретной ситуации, говорить о том, что важнее. Есть функция императивная, есть функция воспитательная, уже не важно. Но, безусловно, в теории, то, что называется теория права, то, что нужно понимать логику права, это, безусловно, шаг, это, безусловно, попытка осознать. Итак, у нас есть функции основные и неосновные, но в то же самое время, в рамках основных и неосновных функций у нас тоже существует масса вопросов. Итак, императивная группа. Помните? У нас 21-го, я специально сосчитала, потому что я знаю, что в гуманитарии считают плохо, по себе знаю. До 10-ти иногда мы можем сосчитать, а позже уже, дальше уже сложно. Поэтому всем сосчитала, не только вам, но и себе. Итак, 5 форм народовласти, с помощью которых, вроде как, мы можем решить вопрос окончательно и пись поворотом. Почему вроде? Потому что для, как минимум, двух форм сходы и голосования по вопросам изменения границ, в сегодняшнем 131-м законе, законе об общих принципах организации местного самоуправления, произошел разгон. Часть вопросов, которые решаются на сходе, например, если решаются вопросы представительного органа, знаете, да, есть маленькие муниципальные образования, меньше 100 человек жителей с избирательным правом. Тогда 131-й закон об общих принципах организации местного самоуправления говорит, ребят, не тратьте деньги, не тратьте время, все исключительные полномочия представительного органа, крошечного муниципального образования, решайте сходом. И в этой ситуации, конечно, сход обладает императивностью. Но 131-й закон назвал сход формой решения и других вопросов, понимаете, которые уже не императивны. В связи с этим возникает вопрос о том, что механизм реализации не всех сходов является императивной формой решения. Точно так же с голосованием по вопросам изменения границ и преобразования муниципальных образований. Говорить о том, что это вообще императивная форма в некоторых дотринальных источниках считается неприличной. Объясню почему, постараюсь, по крайней мере, объяснить, потому что полномочники непосредственно народовласти определенного уровня, муниципального, субъекта, федерации, федерального, должны, ну это стандартная теоретическая конструкция, это азбука и юриспруденция, должны оформляться каким органом власти? Вот если у нас с вами местный референдум, кто должен исполнять решение этого местного референдума? Органы государственной власти субъекта или органы местного самоуправления? С кого требовать будете? Активная жизненная позиция, где ваша? К субъекту пойдете или к муниципалу? Что вы молчите? Конечно, к муниципалу. А в этой конкретной ситуации, понимаете, решение по вопросам изменения границ, ребят, принимает орган государственной власти субъекта федерации. Вот представьте себе, да, ваш субъект федерации. Решается изменение границ двух муниципальных образований, всего лишь двух. И голосование только там проходит. А оформление, реализация этого решения проходит с законом субъекта федерации. И в связи с этим возникает вопрос. Вообще это форма непосредственной власти местного уровня или нет? Или может все-таки это не форма города власти? Это просто попытка посоветоваться, проконсультироваться. Тут тоже раздвоение произошло, опять же, на основании закона. Не думаете, что это весеннее-осеннее обострение, когда у людей раздвоение личности происходит? Нет, это закон наш так написал, что без согласия жителей орган власти не может принять такой закон. Но и не обязан, вы представляете? И получается, что закон читаешь и думаешь, а что ты имел в виду законодательства? Вот в этом конкретном случае. Но помидуя постановление Конституционного суда о том, что дух Конституции, идея Конституции в народовластие, склоняюсь к тому, что все-таки это форма непосредственной демократии. Но есть, еще раз напоминаю, есть проблема в механизме реализации. Итак, императивная форма, вы видите, выборы референовы, отзыв, сходы. Отзыв, конечно, на федеральном уровне отсутствует, вы помните. На уровне субъекта, возможно, для выборного главы субъекта федерации. Для депутатов он некоторое время был возможен, для тех, кто выбирает по мажоритарной системе. А потом произошел запрет. Ну и согласитесь, правильно, если у нас с вами, вот мы все с вами депутаты, вы избраны по пропорциональной избирательной системе, то есть вас выбирали по списку, а нас с вами выбирали по мажоритарной. За каждого из нас голосовал народ. Получается, что нас с вами отозвать могут по мажоритарной избирательной системе, а по пропорциональной нет. Как вы думаете, кто будет ходить на работу в таком представительном органе? Вы или мы? Хотелось бы, чтобы все ходили. Но, скорее всего, все-таки будут ходить, а над кем вести того, могло уменьшить отзыва. И законодатель, исходя из принципа равенства, статуса взял и эту позицию, безусловно, исключил. Поэтому отзыв у нас с вами на уровне субъектов только для выборного главы, субъекта федерации, ну и на муниципальном уровне. Но на муниципальном уровне, я вам скажу, тоже далеко не везде, не всегда. Поскольку мы на муниципальном уровне, у нас огромное количество примеров, прям законодатель закрепил, где смешанная избирательная система, где непрямые выборы главы и субъектов, главы муниципального образования, там душу можно назвать. Понимаете? Точно так же, как исход. Он не везде в муниципальных образованиях. И получается, что мало того, что процедуры разные, вопросы разные. Разные уровни публичной власти, где мы можем эти формы народовластия использовать. Так еще и на уровне одного, одного несчастного уровня, допустим, муниципального уровня. На сегодняшний день где-то в районе 24 тысяч муниципальных образований в России. Сельских поселений маленьких, у тех, где меньше 100 человек, еще меньше, как вы догадываетесь. Что-то около 100 тысяч, извините, 10 тысяч. Нет, меньше, меньше. И там, не везде, сход будет императивным. Поэтому с точки зрения императивности весьма сложный механизм реализации. Регулятивная форма. Что значит регулятивный? Помните по определению? Это там, где у нас есть с вами возможность воздействовать. То есть есть механизм реализации воздействовать на представительную власть. Самый такой простой с точки зрения реализации, с точки зрения понимания из этой формы, например, народная правотворческая инициатива. Что такое народная правотворческая инициатива? Это группа граждан придумывает завтра на праве, собирает подписи. В Москве это 50 тысяч подписей. И отправляет в представительный орган, чтобы рассмотрели. Конечно, обязанности у депутатов принять такой акт, как вы догадываетесь, нет. Потому что это их полномочия принимать или не принимать закон. Но, а, они его рассмотрят, то есть мы уже привлекли внимание, и, б, возможно, они его примут. Хотя, если рассматривать сходную форму народной власти, смотрите, обращение, наказ, народная правотворческая инициатива, это все под виды фактически обращений. Помните, что такое обращение? Это индивидуальное, либо коллективное. Если мы говорим, что коллективное обращение – это способ воздействия, то здесь у нас с вами есть обязанность отвечать. Сколько дается орган власти на то, чтобы он на наше обращение ответил? 20, 30, 40, 50 дней. Сколько? Ну что же, преподаватели все знают, а студенты нет. Ну как же так? Но другой вопрос, ребята, посмотрите, что идея-то везде одинаковая, да? Коллектив обращается в органы власти. Но в каждом конкретном случае мы ждем от органов власти разное. На обращение, почему небо голубое, нам могут ответить, почему зеленая трава, да? Как в классическом фильме про Буратино. На народную правоотворческую инициативу мы ждем не ответ, а что? Закон. А в народных наказах, в наказе, естественно, мы ждем выполнения решения. Причем наказ как таковой сегодня тоже изменяется. Вот, в советской конструкции наказы подавались только во время выбора. Знаете, такая сделка под условия. Приходит кандидат депутата к народу, встреча с избирателем, и говорит, вы меня выберете, а я вам все, что хотите, сделаю, как только стану депутатом. Я утрирую, но идея именно такая. Во время предвыборной гонки формировались эти наказы депутату, и, значит, когда депутата выбирали, он должен был их реализовать. А за то, что не реализуют его, можно было отозвать. Такой, знаете, трилистник. Наказ, выборы, отзывы. Если отчитывается, ничего не делает депутат по тем самым наказам, то его могли отозвать. Это назывался императивный мандат. Сегодня императивный мандат практически крайне редко встречается, но зато наказ теперь появился как самостоятельная, автономная форма. То есть первое исключение, да, вот эта стандартная классическая конструкция, она уже нарушена. Но, если раньше подавали наказ строго в избирательном процессе, то сегодня наказ распространили на весь срок и дистанции представительного органа. Не только во время выбора, но и во время работы. Какой вопрос сразу возникает, друзья мои. Вот у нас есть обращение, да, федеральное законное обращение, и у нас есть право на наказы, допустим, в каком-то конкретном субъекте. В чем отличие между обращением и наказом? Понимаете? Получается, что и там, и там обращение граждан, и там, и там обращение либо к кандидату, либо, соответственно, к депутату. Ребят, результат КПД разный. Механизм реализации. В обращение 30 дней, и он должен ответить хоть что-то, а в наказе, время неограничено, и ждем-то мы с вами от нашего депутата. Не обращение, почему он не может это сделать, а выполнение того получения, на самом деле, за которым мы его выбрали. Помните, мы его под условием выбираем, что мы выберем, а вы для нас это вот все сделаете, решите наши проблемы. И, конечно же, в этой ситуации, когда одна и та же форма стандартная, классическая, она расплывается, тут есть плюсы и минусы, потому что, на самом деле, таких расплываний много. Наказы, народная правотворческая инициатива обращения, конференция, сход, голосование по вопросу на изменение границ и референдум. Понимаете, есть очень много близких, по сути, по процедурам форм, которые сегодня разошлись, и в силу этого получилось целая 21 форма непосредственной демократии, тогда как раньше было гораздо меньше. Итак, с регулятивной формой понятно, есть механизм реализации, то есть орган власти обязательно должен отреагировать. Не обязательно решить то, что мы предлагаем, нет, но реакция непременно должна быть. Следующая группа, консультативные формы. Посмотрите, больше всего, да? В чем суть консультативных форм? Как раз в возможности быстро, все-таки референдум это долгое время, дешево, референдум это дорого, но моментально донести до органов, которые должны оснащить мнение населения по тому или иному вопросу. Далеко не факт, что оно будет воспринято и решено, естественно, в том виде, в котором, допустим, на митинге население высказалось. Самый яркий пример – московские митинги. Перед Госдумой, там просто есть больше места, чем перед Советой Федерации, периодически собираются активные жители и совершенно четко высказывают свою позицию. Депутаты идут на работу, смотрят, депутаты идут с работы, смотрят, и в результате принимают то, что считают нужным. И здесь мы с вами, если представим девушку с завязанными глазками, на одну чашу весов будем что складывать? Плюсы. Вот эти формы консультативных, а на другую минусы. Представьте себе, вы в пикетах возле Госдумы против, допустим, закона, собственно, самый-самый-самый актуальный закон, чтобы не портили наши веса. О вырубке, вот как вчера нам коллеги из Летинбурга рассказывали, что у нас в севере китайцы хотят арендовать леса с ним, чтобы построить там целлюлозные комбинаты. А давайте мы в Москве, сейчас я приеду и со своими студентами устрою вот этот самый пикет перед Госдумой, на котором будем использовать плакаты, на которых напишем нет вырубки лесов, нет продажи лесов, нет построения целлюлозных комбинатов. Очевидное наше мнение, а через, там, условно, 10 дней, где закон примут результаты Совета Федерации, а должен президент подпишет. Давайте оценим эту ситуацию, конкретную ситуацию, с точки зрения юриспруденции, плюс и минус. С точки зрения юриспруденции, консультативный, консультативный ход, но мы имели право высказаться, мы высказались, да? А обязанности отреагировать у органов власти до такого рода есть? Нет. А если мы с вами, зная эту подоплеку, коллективное обращение во время пикета соберем, ну, народ же ходит, Москва ходит, густозаселенные народы, городок-то, и мы там с вами такое количество подписей соберем. Это будет коллективное обращение, отправляем ту же самую Госдуму, президенту, кому угодно, или хоть по списку всем органам власти. Это шаг к тому, чтобы нас услышали? А к тому, чтобы выполнили? Да ладно. На обращение, вспомните на обращение, они что, обязательно должны? Только ответ, понимаете, только ответ, а не законодательный процесс. Получается, что вроде механизм есть, мы привлекли внимание. Мы предложили свою точку зрения. То есть мы вот на одной чаше весов сложили все, а на другую чаше весов ничего никто не сложил, потому что закон принят. Давайте теперь рассматривать с точки зрения депутатов. Вот вы все те люди, которые проходят мимо пикетчика. На вас время ответственности за бюджет. Бюджет, это вообще вся страна с большей или иной долей дотационных субъектов. То есть деньги мы должны получать для этого. Во-вторых, уж извините, пикет, это 10-15, ну пусть там 50 человек, это не вся страна. Помните, что такое форум иногда власти? Это воля большинства. А мы с вами пикетчики. И это далеко не большинство населения. То есть вы как депутаты проходите и говорите, да, действительно, такая точка зрения существует. Но это же не общероссийский референдум, на котором было решено, что нельзя этого делать. Понимаете, соотношения. Вот не только с одной стороны воля, а с другой стороны ответственность политическая. Вот вы знаете, здесь можно аналогию провести. Вспомните законодательный процесс тех, кто его проходил. У нас в той же статье Конституции закреплена такая формулировка, где, так сказать, законопроект, который касается налогов, бюджета, в общем, денег, он обязательно должен иметь заключение правительства. А теперь внимание. То есть понятно, правильно, да? А теперь внимание. У нас с вами, мы с вами депутаты, это у нас с вами законопроект, касающийся бюджета с отрицательным заключением правительства. Мы с вами депутаты. Мы примем такое в закон или нет? Потому что заключение отрицательное. Примем? Девочки говорят, не примем. А я говорю, надо принимать, если мы считаем, что это нужно. Знаете почему? Потому что ответственность у нас с вами у депутатов, а не у правительства. У правительства другая задача реализовать то, что мы с вами приняли. Понимаете? Это форма. Это мнение правительства. А решение это ответственность за этот закон у кого? У правительства или у депутатов, которые голосуют? Понимаете? Вот суть распределения не только полномочий, но и ответственности. Министры, профессионалы, да, наверняка депутаты не знают той глубокой подопреки, финансовых последствий, которые понесет вот тот законопроект. Но они берут на себя эту ответственность. Хорошо ли, плохо ли? Все зависит от депутатского корпуса, наверное. Чем больше там будет профессионалов, тем лучше, с моей точки зрения. Итак, форма непосредственной демократии консультативной группы. Скорее, наверное, это форма взаимного общения, обратной связи избирателей с органами власти, потому что обязанностей нет. Обязанности отреагировать. Ну и вот, например, публичное слушание из формы консультативной группы. Здесь вообще ситуация потрясающая. Это консультативная группа. На муниципальном уровне, согласно 131-го закона, существует целый перечень вопросов, которые, как я уже вам сегодня говорила, должны быть проведены через публичное слушание. Если не будет бумажки о том, что вы их провели, например, в отношении устава муниципального образования, вам его не зарегистрируют. Мало того, что это 131-й закон, это специальный закон о регистрации, федеральный закон о регистрации устава муниципального образования в этом говорили. И, конечно, возникает вопрос, а каково вот соотношение? В законе 2003-го года, вот эти обязательные публичные слушания появились, где-то в районе 2005-2007-го года в Воронежской области прошла целая череда судебных процессов. Мы периодически встречаемся с коллегами, и вот Татьяна Дмитриевна Зарожевская, это сейчас уголномоченный по правам человека в Воронежской области, а достаточно долгое время, в тот период времени, она была заведующим картридом институционного муниципального права. А в силу того, что демократия, это моя научная любовь, я много лет этим занимаюсь, на какой-то конференции, она такая, мы увидели, она такая большая, громкоголосая дама, и вот примерно она тут с конца зала кричит, Валентина Викторовна, Валентина Викторовна, что же вы наделали? Ребята, сказать, что я обвешивала, не сказать ничего. Я подхожу, что случилось с демократом Дмитриевым. Она рассказывает, что будучи, так сказать, экспертом в рамках формы посредственной демократии, к ней обращались органы прокуратуры, судейская коллегия обращалась с запросом о том, чтобы она объяснила ситуацию. Что случилось? В Воронежской области прошла череда судебных процессов по результатам проведенных публичных слушаний. То есть, ну вот наш с вами пример устава муниципального образования. Представительная власть объявляет публичное слушание, публикует проект устава, активные люди читают его, смотрят юриспруденции, как написано, что бывает. Ну, как минимум, да, у нас может быть, помните, президентская республика, парламентская республика. Вот в одном муниципальном образовании у нас есть Иван Иванович Иванов, который, ну, потрясающим будет главой муниципального образования, он глотку всем перегрызет за наши коллективные интересы. И мы решили, что нам нужна вот эта самая, да, идея в нашем муниципальном образовании, идея президентского, так сказать, правления, потому что у нас есть готовая глава. А в другом муниципальном образовании говорят, нет, императора нам не надо, у нас демократия, мы хотим представить, вот мы выберем коллектив, они самостоятельно, коллегиально будут решать, что лучше. Пришли люди, высказались, за ними все запротарировали, так положено по закону. Через полтора месяца, когда устав приняли, зарегистрировали, опубликовали, он вступил в юридическую силу, эти самые жители открывали пустал, замиранием сердца, а там видят, что? Все, что было. Никаких изменений, никаких имя, высказанных предложений, не просто высказанных, ребят, выстрелены, они же готовились, представляете? А там ничего такого нет. Я бы, как было поступили на их месте, я бы обиделась, и, наверное, больше бы не пошла на такого рода публичные слушники. А некоторые жители муниципальных образований в Воронежской области пошли в суд и говорят, вот у нас же в законе есть, а почему? Ну и в слухе, конечно. Татьяна Дмитриевна Зарожевская, выступая неоднократно экспертом по такого рода вопросам, потом ей высказали, что же вы учите народ пользоваться народовластием, когда это потом в суд идет, понимаете? На что я совершенно справедлива и до сих пор это же в законе есть, сказала, секундочку, вопросы-то ко мне какие? К законодателю вопрос? Замечательно, чудесная идея. Обсуждать все важное для развития территории муниципального образования. Это же каждая, каждодневная наша с вами жизнь. А там, устав обсуждать, программу развития обсуждать, о чем бюджет обсуждать, понимаете? То есть все, что важно, мы можем с вами обсудить и участвовать в формировании. То есть это наша жизнь, какими руководить можно благодаря этому институту? С одним ногом. Если бы был механизм реализации. А то что долго, что мы с вами будем ходить, когда никакого влияния, никакого механизма реализации? То есть получается, что идея замечательная, идея правильная, идея с большим-большим плюсом в пользу демократии, в пользу преодоления недоверия со стороны органов власти, жителей органов власти. Но вот этот вот несовершенный, логический круг по формированию механизма реализации, он сыграл в минус, а не в плюс. Это вот еще один пример важности процедурных норм, важности продумывания такого рода механизмов. Ну и, конечно, я вам говорила о том, что существует комплексная форма, две и тогда. Сколько у нас ее получилось? Кто считает, мне хорошо больше десяти? Та самая двадцать одна, совершенно верно. Две формы, которые мы не можем отнести по классическим требованиям к группе либо представительных, либо непосредственных, и уж тем более по функциям, которые они выполняют. Речь идет о территориальном общественном самоуправлении и о, соответственно, политических партиях. Давайте вспомним, что такое территориальное общественное самоуправление. У нас с вами есть муниципальная территория, муниципальная образование. Допустим, это весь монитор. На территории нашего муниципального образования вот эта картинка с... Это достаточно автономно стоящая группа высоток с магазином, школой, детским садом, ну, там, не знаю, маленькой больничкой. То есть фактически самостоятельное, автономное территориальное образование. И нам, жителям, далеко ехать до муниципальных органов, потому что они расположены ровно в другом конце, вот там, где черненькое в правом верхнем углу. Далеко, неудобно. И вопросы они не могут решить, органы местного самоуправления, на нашей территории, потому что они не живут, понимаете? Ну, никто из тех, депутаты у нас не живут, они просто не знают, как. Закон говорит, мы можем с вами, мы, как жители этого оазиса, можем создать территориальное общественное самоуправление и все необходимые вопросы решать самостоятельно в рамках муниципального образования. Что это получается? Это минимум муниципальное образование на территории большого муниципального образования. Грубо, упрощенно. Мы решаем вопросы местного значения раз, у нас с вами есть устав, который мы должны зарегистрировать, из-за этого. Мы можем с вами выбрать, допустим, старосту или маленький орган, который будет постоянно заниматься нашими вопросами. То есть территориальное общественное самоуправление это форма осуществления муниципальной власти. А теперь вспомните наши с вами вот эти, помните, теоретические конструкции, мы характеристики написали. Чем мы пользуемся, когда определяем, что это форма представительного управления или форма непосредственного народовласти. Вспомните. Субъект. Помните? Предмет. Результат. Куда мы это несем? ТОС, территориальное общественное самоуправление. Оно где-то посреднее, потому что есть и с одной стороны, и с другой стороны характерные черты. И точно так же политические партии. Вот представьте себе, мы с вами, ребята, представители, члены партии, вот этот маленький ряд, который в большинстве следствием спрятался за замечательной колонны. Слышите? Мы с вами представители, члены партии, которые победили на выборах депутатских, и мы представили на депутатском корпусе наши интересы. А вы, ну это правда, большая часть партии нам не победила на выборах. Вы члены этих партий, которые на выборах не победили. Вот скажите мне, пожалуйста, интересы членов каких партий, представленных или не представленных в парламенте будут лучше, так сказать, реализованы. А почему это вы так не доверяете своим партиям, а вы дорогие? Потому что мы с вами можем, помимо всех общих форм, использовать какие? Формы парламентской деятельности. Мы с вами можем инициировать законопроект для того, чтобы решить вопросы наших членов партии? А вы нет. Понимаете? Но с другой стороны, как мы вот определим такую партию? Как форму представительного управления? Не можем. потому что в депутатском корпусе у нас с вами ну пусть 15, ну пусть 2, ну пусть 50 человек, а партия минимум сколько человек? Партия, чтобы зарегистрирована была, сколько сегодня минимально нужно членов партии? 5 тысяч? 50 тысяч? 500 человек? Сколько? Ну вот еще. 500. Но мы же прекрасно понимаем, что лидирующие, представленные во представительном органе партии явно не 500 человек. Поэтому партия, которая имеет в качестве депутатского представительства, пусть даже 50, пусть даже 70 человек, все равно она не может вся быть названа либо представительным правлением, либо непосредственным. Но и отнести такую партию к непосредственному народовласти мы тоже не можем, потому что не равна с другими, с львиной долей таких же партий. Сегодня на сайте Минюнска сколько партий? 78 или 79. А сколько победило на федеральных выборах? А на выборах субъектной федерации? Понимаете, что количество, ну и соответственно возникает вопрос, а вот эти формы народовластия, мало того, что мы не можем понять, мы не можем стопроцентно определить, что это непосредственно народовласти или представительное правление. Так еще же и функции они разные выполняют фактически все. Поэтому они комплексные. По двум критерия комплексность происходит. И, конечно же, конечно же, так, ну это у нас, это мы уже видели с вами, это уже неинтересно, процедура окончает на результат. И в рамках конституционного регулирования у нас с вами еще используются разные методы. Методы прямой и отсылочный. То, о чем мы с вами говорили в рамках выбора, в рамках референдума, соотнесения этих двух конститутов. Здесь у нас тоже есть и прямые и косвенные, прямое, извините, прямое и отсылочное регулирование. Но сначала коротко, буквально становимся на отличие по одной простой причине. Это, как показывает практика, не только ошибка студентов, но и в некоторых случаях непонимание органовласти, что и что. Вот как пример, чтобы не быть голословным, потому что, конечно, камнями кидаться в публичную власть все умеют, а вот аргументировать достойным образом нет. Так вот я вам предлагаю, загляните на сайт Центральной избирательной комиссии, особенно студенты, которые уже занимаются муниципальным правом. Вы совершенно точно уже знаете, что голосование по вопросам изменения границ и преобразования муниципальных образований это не референдум по субъектам, по процедурам, по предмету, по механизму реализации это не референдум. Хотя ссылочная норма присутствует, но это совершенно разные вещи. А что мы видим на сайте ЦИКа? Они, опять же, технические сотрудники взяли, совместили, написали референдум по вопросам изменения границ преобразования муниципальных образований. Понимаете? Это безграмотность, возведенная в техническую оболочку. Это тоже неправильно. Точно так же, как и вот фактически недействующий закон. Я возвращаемся к водоразделу все-таки выбора референдума, несмотря на схожесть процедур, несмотря на то, что у нас есть один закон, который устанавливает для них основы избирательных правоправных участий референдум для граждан российских и нас. Несмотря на то, что Конституция говорит, что это и одна, и один, и другой институт, высшие формы на граждан это разные формы. Но общие, безусловно, есть. Общий единый источник власти и общие принципы, закрепленные одним законом об основной гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Отличие в чем? Прежде всего в цели. Выборы по форме, это цель сформировать представительный корпус, это по форме, а по сути в процедуре, в процессе выборов жители выбирают направление развития муниципального образования, субъекты Федерации, всей страны на определенный срок регистратора этого представительного органа. Цель у референдума совершенно иная, решить конкретный вопрос. На федеральном уровне 12 декабря 1993 года был на референдуме принят основной закон. Это же не выбор, правда? Задача другая. Есть точечное законодательство, да, основы одинаковые, но точечное законодательство устанавливает огромное количество процедур, отличающих референдум от выборов. Различные основания, цели, конечно, различные юридические последствия. Вспомните процедуры избирательного процесса и процедуры референдумного процесса, да, они похожи, но в референдуме есть стадии инициирования, когда как в выборах этой стадии нет, а начинается прямо со стадии назначения. И, естественно, все это вместе позволяет нам с вами говорить о том, что совмещать выборы референдума как один институт, или использовать эти термины как синонимы мы не можем. Ну, а теперь в отношении конкретных норм, и на примере мы с вами рассмотрим, какие именно нормы носят прямой характер, какие отсылочные. Здесь есть у нас прямые нормы, ребята? Прямо регулирующие избирательные правоотношения, наше с вами субъективное право. Здесь есть прямые или отсылочные нормы? Прямые, конечно. здесь отсылочные есть? Ну, конечно, прямое указание на закон, правда? Здесь отсылочные есть? А вот скажите, пожалуйста, вот эта отсылочная норма предполагает какой механизм реализации, какой закон должен быть принят? 84-е А. Как должен называться закон? Он такой есть просто, выбор депутатов, вы скажете, что я думаю. А используйте формальный юридический подход. Давайте вам верну предыдущую. Посмотрите. формулировку реализации которой пункт 4-81 Реализация пункта 4-81 статьи Это у нас с вами что? Какой закон принят? О выборах президента, правильно? А смотрите теперь 84-я статья предусматривает какой закон? О выборах депутатов государственного или как-то по-другому он все-таки должен, исходя из нормативистского подхода? Согласна. Должен быть еще закон о полномочии президента, но его нет. А вот конкретно этой ситуации по пункту А-84 может быть закон по порядке назначения выборов президента? То есть механизм реализации какого полномочия президента хочет закон регулировать законодательник в пункте А-84 Вы понимаете отличие разницы прочтения нормы конституционной в работе представительного органа? Вот еще пример механизма реализации мы говорили с вами что наркопласть у нас с вами и в процессе и как процесс используется в конституции вот вам пример и как видовое многообразие вот кто скажет какие виды выборов мы с вами только что видим с конституционных нормам потому что сейчас здесь у нас с вами вот на слайде два основания для классификации видов выборов два основания по территории совершенно верно федеральная и муниципальная потому что субъектов нет и по способу а где это вы видели по способу что это национальное разве было такое это вы знаете из текста закона в тексте конституционного нет там мы выбираем президента а на муниципальном уровне мы не знаем кого мы выбираем потому что все зависит от нашего с вами регулирования отраслевого регулирования и конечно же юридическая значимость в силу особенностей норм конституции конечно эти нормы закрепляющие народовластие обладают гораздо большей силой юридической чем обычное послевое законодательство как раз в силу различных подходов в видоизменения текста конституции пересмотр поправка но самое главное помните в названии сегодняшней лекции демократия была закреплена как конституционная ценность термин конституционная ценность совсем совсем новый и собственно ученые законодатели и судья конституционного суда России кстати уже не только конституционного федерального суда но и некоторых конституционных условных судов субъектов пытаются это сделать что скорее всего неправомерно с моей точки зрения по крайней мере конституционная ценность есть три источника как минимум три источника появления этих правовых явлений прежде всего конечно это конституционное закрепление мы сейчас посмотрим второй блок конституционных ценностей появляется благодаря интерпретации конституции в решении конституционного суда ну и конечно же это плод работы плод анализа ученых государствоведов но все вместе это тем не менее конституционная ценность конституционное закрепление посмотрите пожалуйста вторая статья которую мы сегодня упоминали прямое прямое показание текст Конституции говорит наши с вами права и свободы это высшая ценность это прямое регулирование есть из теории государственного права вы конечно помните существует прямое регулирование и существует позитивное негативное или прямое исключительное регулирование давайте посмотрим пункт 55 это наверное другой способ конституционного законодателя для выделения конституционных ценностей и в перечне 55 мы с вами видим что это и основы конституционного строя и законы интереса и обороноспособность таким образом получается что в тексте Конституции практически вся первая глава основы Конституционного строя это конституционная ценность но нет поскольку во второй статье во второй главе Конституции в правах человека происходит разграничение происходит подчеркивание акцентирование на вторую механизм реализации второй статьи поэтому это точно не первая статья вторая группа конституционных ценностей это то что нам подсказал для нас создан Конституционный суд в решениях КС и демократии и федерализм и местное самоуправление и разделение властей то есть фактически все основы Конституционного строя названы конституционной ценностью но в рамках непосредственно демократии я не стала вам показывать те старые постановления КС которые вы можете встретить в учебниках в статьях в монографиях я посмотрела такие более новые 13-й год 16-й 17-й в последних достаточно свежих решениях Конституционного суда судьи указывают на определенные конституционно значимые конституционно защищаемые ценности к которым относят посмотрите право на свободные выборы свобода слова свобода информации но при этом при этом еще и указывают судей Конституционного суда и собственно правовые позиции Конституционного суда указывают на то что необходимо создавать такие избирательные процедуры прежде всего все-таки выборы избирательные процедуры которые будут открытыми которые будут достоверными которые будут показывать легитимность как процедуры передачи власти так и процедуры собственно правовой основы жизнедеятельности всей представительной власти но помимо названия конкретного перечисления конкретного выделения конституционных ценностей в своих постановлениях Конституционный суд создает еще и механизмы их реализации и вот это больше всего мне кажется ценно в работе Конституционного суда посмотрите какие механизмы он предлагает для органов публичной власти защита защита конституционных ценностей а каким образом предлагается провести баланс баланс между ценностями конституционно закрепленными и законными интересами помните вторая статья Конституции и соответственно первая которая закрепляет Россию правовым и демократическим государством и тут конечно стоит вспомнить высказывание Зорькина он еще в 2007 году написал в своей монографии о том что недопустимо при механизме реализации умолять одни конституционные ценности за счет других и вот представьте себе демократия как конституционную ценность которую мы с вами совершенно четко понимаем сколько стоит выбор сколько стоит референдум это ценность безусловно демократия в первой статье Конституции закреплена и права человека которые во второй статье Конституции прямо предусмотрены как конституционная ценность а права человека не только политические это еще и социально-экономические культурные а это все затратные статьи бюджета и как законодателю соотнести баланс между демократией как ценностью и допустим социально-экономическими правами как ценностью понимаете насколько сложна оказывается конституционная действительность особенно современная когда речь идет об углублении в власти отношений более подробных и тонких механизмов содействия существования и органов власти гражданского общества ну и конечно третья группа а нет это еще пример как Конституционный суд предлагает реализовывать конституционные ценности чтобы законодательные механизмы тоже соответствовали балансу не просто определить что эта ценность важнее но еще и создать надлежащий механизм реализации ну и конечно третья группа о которой я говорила как об источнике формирования системы конституционных ценностей это работы ученых это работы юристов и конечно же мы с вами знаем что судей конституционного суда действующего это знаменитые ученые обладающие своей юридической школой достаточно много работ о суде конституционного суда конституционалистов князья бондарь ароновский гаджи его начинал конституционалистом потом стал в большей степени представителем гражданского права и конечно в работах современных ученых такие ценности тоже названы ну вот например Николай считает что сама конституция это ценность ну как можно сказать что конституция принята непосредственно народом может не быть ценностью безусловно или допустим анализируя 55 и 56 статью конституции мы видим такую категорию как нравственность можно ли назвать ее конституционной ценности если мы заглянем с вами в решение европейского суда по правам человека по этим вопросам мы увидим вот ту самую характерную для него двойственность вызванную субъективным подходом к оценке правовой ситуации в той или иной отдельно взятой стране по одному и тому же вопросу мы видим в отношении разных стран совершенно диаметрально противоположное высказывание в отношении нравственности в отношении одной страны говорит все законно все хорошо молодцы а в отношении другой страны я не буду специально говорить о том что вы такое говорите а только немедленно закрепите в своем законодательстве право на однополые браки право на то чтобы у ребенка был один родитель номер один и родитель номер два, чтобы были, в общем, не будем говорить, идея в том, что нравственность как такова, это ценность, рожденная в недрах истории определенной страны, и она должна быть закреплена в законодательстве. Знаете, если заглянуть сейчас в законодательство наших субъектов федерации, например, в Дагестане, есть закон об общественной и личной нравственности. Представляете? Общественная нравственность. На федеральном уровне законодатель печется почему-то только о нравственности молодежи, законодательстве о правах ребенка, как будто нравственность взрослых уже дело самих взрослых. Вот вопрос. Но тем не менее, ученые разделяются мнением о том, что надо называть нравственность конституционной ценностью. И, конечно же, то, что мы видим в преамбуле, юридическая сила преамбула, вспомните, пожалуйста. Вы когда в суд будете писать исковое заявление, вы можете ссылаться на преамбула или на конкретную стадию основного закона будете только ссылаться? Вот. А это разные школы юридические. Большая часть ученых считает, что преамбула это не норма. Представляете? Вот основной закон, который содержит и не нормы. Потому что, дескать, мы не можем сослаться. Нет механизма реализации. Но это, с моей точки зрения, глубоко неправильно. Это идея. То, о чем говорит дух, то, о чем говорит конституционный суд. Это дух конституции. Это идея конституции. Если законодатель не понимает, как прочесть ту или иную норму, он должен обратиться, с моей точки зрения, к преамбуле. И тогда совершенно точно понимать, какую ценность он должен акцентировать в механизме реализации того или иного закона. Естественно, это тоже конституционные ценности. И тут посмотрите. Вот как их отнести? То ли конституционно закрепленных, группы конституционно закрепленных, то ли тех, которые придуманы ученые. И так в юриспруденции везде. Я думаю, вы это уже заметили. И, соответственно, возвращаясь к нашему... Нет, нет, это еще чуть-чуть. Это близкая перспектива вас радует. В, так сказать, в завершении. Я планировала вам показать, но, наверное, уже не буду, новеллы действующего законодательства, что было принято в 17-м году. Вам, как студентам, это важно, потому что там речь шла о особом, о новом порядке, регистрации для того, чтобы участвовать в, собственно, фактически реализации вашего избирательного права. Но я думаю, что это вы и в рамках учебных процессов со своими замечательными преподавателями разберете. В заключении. Демократия как таковая — это процесс. И говорить, ребята, что есть демократия, нет демократии — это, наверное, это можно, но это непрофессионально. Потому что мой учитель, Олег Мяныч Кутакин, я защищала эту демократскую диссертацию под его руководством, и он был консультантом по моей докторской диссертации. Он в своих работах, и неоднократно мне говорил, когда мы обсуждали и работы мои, и колокольные защищала, и вообще спорили по каким-то вопросам, он говорил, что демократия — это не поле, которое либо вспашешь, либо нет. Демократия, она есть всегда, просто раски на ней могут быть, если, допустим, вспахать, и могут быть в меньшей степени, если посадить там, где не вспахано. Вся история становления демократии в зарубежных странах — это всегда, везде опыт, опыт, да, это метод проб и ошибок. И, конечно, можно сказать легко сейчас, что вот у нас было пять законов о выборах депутатов, вот у нас было семь законов по другому вопросу, вот у нас это не так и это плохо. Не забывайте, что буквально спросим у своих родителей, у своих бабушек и дедушек, а как им жилось еще в советский период жизни, понимаете? Когда государство называлось государством рабочих и христиан. Как было с политическими правами тогда? А как проходили выборы? Понимаете? И вы увидите, насколько в одной отдельной в этой стране на протяжении, там, буквально 20-30-40 лет, меняется ситуация. Конечно, вы, я повторю вчерашнюю свою идею, конечно, вы не должны списывать из зарубежных конституций, из зарубежных законов. Нам слепая калька не подойдет, нам нужно все свое. Но заново придумывать на себе тоже неправильно. Поэтому мы будем с вами работать над ошибками, если хотите. Собственно, нам работать, это я со зла, это вам работать. Потому что есть над чем. И я думаю, что вам это будет интересно, полезно. И что самое главное, чтобы это было на пользу. Индивидуально каждому. Потому что профессиональная состоятельность – это счастье, ребята. Когда вы идете на работу с радостью, и точно так же с радостью возвращаетесь. Это о чем говорит? Что вы достойно заработали, и ваша семья достойно вас примет, достойно встретит. Это касается и молодых людей, глав семейств, будущих, и девушек. Потому что вы не забываете, что у каждого главы семьи должна быть и тыл должен быть надежный, и разумная шея. Куда голова повернет? Что говорит? Девочки, мы только с вами знаем, что все зависит от шеи. Она должна быть тоже разумной и умной. Но самое главное, конечно, счастье, как во всеобщей декларации прав человека говорит. Счастье каждого человека – это счастье всего государства. Поэтому желаю вам и профессионального благополучия, и счастья в личной жизни. Куда пошли? Кто вас отпускал, зашевелились? Где вопросы? Я вам обещала, что без вопросов вас не отпущу. На пилеры. Нет, я, конечно, не злобствую. Есть вопросы, я готова ответить. Умажек не вижу, рук не вижу. Ну что ж, спасибо большое за внимание. Умажек не вижу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...